Приветствую вас. Пожалуй, я бы начал свой ответ с того, что заметил. У каждого мужчины есть свой мысловой набор, мысловое наполнение абсолютно любых фраз и слов. И поэтому, когда вы говорите о том, что мужчины имеют в виду под теми или иными словами, ну и на, всегда или почти всегда стараться отдавать себе отчет в том, какой это мужчина, что это за человек и какие у него ценности. Потому что, ну, в противном случае получается такая немного нелепая ситуация, что мы как бы анализируем человека, которого не знаем. Значит, чем больше информации вы предоставите о мужчине, тем будет лучше для нас, чтобы мы могли по сути дела правильно дать вам ответ на ваш вопрос. Значит, поскольку у вас нету какой-либо идентификационной информации, связанной с мужчиной, то я, соответственно, дам вам общий ответ на ваш вопрос. И постараюсь, значит, дать какую-то такую, ну, знаете, я бы сказал так, общую, общее понимание, понимание того, какую подопреку имеет, вот, собственно, это врага. Значит, если мужчина говорит, что вы для него желаемое, это совершенно необязательно отнаджать секс. Для мужчины это может отнаджать и нечто другое, например, что вы просто для него желаемое, что он с вами хочет быть, что ему с вами, например, приятно находиться и так далее. То есть не нужно сразу воспринимать его слова как намек на секс. Это было бы неправильно в данном контексте, в данной ситуации. Значит, смотрите на отношения мужчины к вам, как он себя ведет. Если мужчина, например, много внимания уделяет именно сексу в ваших отношениях, то, скорее всего, он имеет в виду именно это. И его волнует действительно только секс. Если же мужчина относится к вам душевно, искренне, с теплотой и ценит вас не только как сексуального партнера, но еще и как человека, то о сексе говорить, конечно же, нельзя. И я надеюсь, что вы это понимаете. То есть, что я вам хочу здесь сказать? А сказать я вам хочу только то, что одна и та же фраза, одни и те же слова могут иметь разное значение в той или иной ситуации. И поэтому не стоит однозначно тестовать то, что ваш мужчина говорит. Вполне возможно, что он сам не знает, чего хочет. То есть, вполне возможно, что мужчина сам употребляет эту фразу без придания ей какого-либо определенного значения. Но ведь вы же понимаете, я надеюсь, в каком случае, что смысл фразы тогда зависит исключительно от контекста. То есть, в каком контексте была употреблена эта фраза. И, соответственно, если вы сами знаете, в каком она контексте была, если у вас есть основание полагать, что она была употреблена именно в том контексте, в каком вы считаете, воспринимаете и так далее, то, скорее всего, она была использована именно в том контексте, в каком вы подумали. То есть, вам желательно бы определить, почему вы сами сомневаетесь. Почему вы сомневаетесь в том, правильно ли вы поняли мужчину. Вот это главный момент. Если же говорить про фразу, то нет. Желанная женщина – это не только, значит, контекция секса. Желанная женщина используется в совершенно разных выражениях, в совершенно разных смыслах, и секс здесь далеко не на первом месте. Вам, вот это я бы вам рекомендовал бы постараться усвоить. Значит, что вам еще могу сказать? Ну, очевидно, что есть некоторые проблемы у вас с молодым человеком, и если это действительно так, то есть, если у вас действительно есть проблема с молодым человеком, то тогда я вам, конечно, обязательно рекомендую более подробно обрисовать свою проблему, и чтобы мы могли вам помочь, чтобы мы могли вам поспособствовать в том, чтобы понять, чего вы хотите от этих отношений, и получаете ли вы от них то, что вам нужно, то, что вы хотите, и для чего вы этого хотите. Тоже очень важный момент. Вот. На этом, я думаю, можно будет закончить. На этом, я думаю, можно будет завершить наш с вами ответ. Понимаю, что, скорее всего, вы не получили в моем ответе того, что хотели, но надеюсь, что вы поймете, почему, ведь дело все в том, что нельзя ответить полно на такой общий вопрос. Ну то же, я желаю вам удачи, я надеюсь, что у вас ситуация образуется, надеюсь, что проблемы, какие бы они ни были у вас, они разрешатся. Вот, вот, со своей стороны, я буду рад вам помочь, если вы обратитесь за помощью ко мне, ко мне, ну и, в принципе, к любому эксперту, я думаю, любой эксперт будет рад вам помочь. Вот. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы ко мне, буду рад ответить вам на них, пишите мне в личку. Желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok